Премьер-лига Команды, болельщики, жиры и лучи Игра Всем привет! Сезон желаний открытой московской премьер-лиги продолжает вторая полуфинальная игра Устремившись к финалу, команды сделали обязательную остановку на сцене большого концертного зала «Академический» Для кого-то она кажется обычным пит-стопом, а кому-то придется сойти с дистанции Игра есть игра, и в желании побеждать КВНщики вынуждены все время совершенствовать свое мастерство А значит, во втором полуфинале вместе с темой игры мы желаем командам исполнения желаний Перед тем, как представить команды, думаю, следует заметить, что полуфинал, пожалуй, самая сложная контрольная точка На пути к финалу, много сил уже потрачено, а расслабляться пока вот рано В общем, атмосфера напряженная, и чтобы ее несколько разрядить, ваши аплодисменты! Итак, сегодня играют сборная Хабаровского края «Ботанический сад» Команда «Коинсок» «Самара» Команда «Коинсок» «Федор Двинятин» Сборная городов Москвы и Шкупин Команда «Коинсок» «Территория» «Игры Красноярск» Бак «Станица Брюковецкая» Издревле у нас так повелось, что за исполнение Коинских желаний у нас отвечает жюри Пусть они не волшебники, но зато у них в руках таблички с оценками, а за плечами солидный Квеновский опыт Итак, сегодня в жюри Кирилл Бабакуль Дмитрий Шпиньков Сангаджи Тарбаев Денис Привалов И Семен Слепаков Ну что ж, будем считать, что формальное знакомство с участниками второй полуфинальной игры состоялось Теперь команды ожидают формальный уход за кулисы Почему формальный? Ну потому что он прежде всего не оценивается Удачи вам, друзья! Спасибо! Итак, Премьер Лига, сезон желаний И прежде чем эти желания начнут исполняться, будет исполнена заставка первого конкурса Приветствия! Гутен так! Не секрет, что перед тем, как хорошо потрудиться, нужно хорошо отдохнуть Судя по первому полуфиналу, участникам это удалось Но сегодняшние команды в этом смысле находятся в более выгодном положении Поскольку у них времени было на подготовку больше А вот как они его потратили, мы с вами узнаем в приветствии Которое называется «Из жизни отдыхающих» Отчет об этой самой жизни представит вам команда «Ботанический сад» Хабаровск Дорогие друзья, сейчас в Москве 7 вечера, а в Хабаровске уже 2 ночи Поэтому давайте тише, шепотом Ведь шепотом говорят только самое сокровенное Например, спокойной ночи, сынок Или я тебя люблю Или мама, не открывай, это военкомат Вы поймите, для нас, для хабаровчан КВН это не только Драйв, драйв Но и Интеллект КВН, КВН для нас это Загадка Шутка Банты Не спать Это я оператором Поехали Ну что ж, начнем Смотрите, институт, сдача экзамена Слушай, Санек, я этого препода вообще сдать не могу Я уже не знаю, что мне делать Лех, ты че как маленький, а? Как первый раз, что ли? Значит, заходишь к преподу, берешь с собой две тысячи Две с половиной! Две с половиной, берешь с собой и все получится Смотрите, неудачное ограбление Ну че, ты украл сумку? Я думал, ты возьмешь овца Двигаемся дальше, реклама Мам, хочешь лейс? Иди играй, сынок Yes Представьте, коридор Останкино, юмористы братья Пономаренко Встретили Александра Васильевича Маслякова. Ну что ты украл? Я думал, ты возьмешь. Овца! Александр Васильевич, мы хотим обратиться к вам. Эта игра очень важна для нас, но мы не будем рстить и преклоняться. Но, 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 мы не будем рстить и преклоняться. Угроза и шантаж наш метод. Так что если вдруг мы не попадаем в финал, то все в зале узнают, как вычеркнут. Сан Саныч, за что? Я шутил. Александр Васильевич! Очки! Очки, очки, очки. Темнеет в глазах. Темнеет в глазах. Холодное пиво! Холодное пиво! Холодеют руки! Журнал! Запомните меня таким! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, в Хабаровске уже два часа пять минут. Он уснул. Тихо, тише. Не спать! Эй, задрождала земля, до тебя поёт Кобарабёк. По ушам и лапах, к вам пришёл ботанический сад. Не скучными подробностями из жизни отдыхающих с вами сейчас поделится команда КВН СОК «Самара». Перед полуфиналом команда КВН СОК решила нанять киллера. Понимаете, мы хотим избавиться от капитана нашей команды. Он просто чудовище, он монстр, он тиран. Я профессионал. За деньги я могу спуститься даже в преисподнюю и голыми руками задушить самого дьявола. Не, ну преисподняя — это всё, конечно, хорошо. Только тот, кто нам нужен, он ещё ниже. Так сказать, цоколь ада. Хорошо. Хорошо, где он чаще всего бывает. Когда мои жертвы умоляют меня не убивать их, я всегда произношу одну и ту же фразу. Юдин, где товарный чек? Это кто? Новенький. А, сейчас берёшь паспорт, идёшь в банк и оформляешь кредит. Сто тысяч рублей. Может, на тебя ещё квартиру переписать? Не надо торопить события. Вот, выйдем в финал, перепишешь, а сейчас в банк. Трунь. Так, Василина, я слышал, ты ночью пупок проколола. Да. Кто тебе разрешил портить моё тело? Так. Чё тупите-то? Как пенсионерки на флэш-мобе. Давайте, начинайте уже. В случае у токарного станка. Илья, ты чего делаешь? Токарный станок вот так работает. Лёша, это Москва, кто здесь знает, как работает токарный станок? Так, покатите все сюда, устроили-то. А ты луноподобный. Давай, придумывай себе наказание. А Саше, мама, деньги в конверте прислала. Молодец. В правом кармане. Кто ж на зону деньги в конверте шлёт? Какую зону? Зону особого внимания. КВН. Зону особого внимания. Внимание. Зону. КВН. Всё, всё, всё. Успокоились. Серьёзнее надо быть. Давайте не забывать, что мы играем в КВНовской спарте. Мы бы давно уже первые места бы занимали, если бы нам из вышки этих фаворитов бы не сбрасывали. Случай, случай на улице. Капитан, земля! Земля подорожала! Тысяча чертей! Нет, тысячу долларов! Так, вы. Флебустьеры и каламбурщики. Как вы выглядите, а? Всё, ты наказан. До конца приветствия вот в этом ходишь. Саша, ну а тебя-то я не ожидал, а? Ну как ты одет? Ты вот сейчас чуть лучше оделся, чем вот этот тудот из первого ряда. Ты во что вырядился, зимородок? Ты понимаешь, куда ты пришёл? Это КВН. Съёмка, ты в первом ряду сидишь. Слышь, Филин? Слышь, Филин, ты головой-то покрути. Сравнительный анарис проведи в башкетах свои, в птичьи. Я считаю, я всё правильно сказал. Потому что думать надо, что одеваешь. Это только Александр Васильевич может в каких хочешь штанах прийти, потому что на балконе не видно всё равно ничего. Как-то вот комфортнее сразу стало. Так, у нас есть ещё случаи? Да. Ну показывайте. 1943 год, допрос партизана. Партизаны, головы, где танки? Ничего я тебе не скажу. Ах так, чуть сплётку. Ах ты, жалкий партизан. Обалдели, что ли, совсем уже, а? Ну-ка, иди ты сюда. Кто это придумал? До конца игры так ходишь, понял? Что вот это развелитесь? У меня, между прочим, дед в 47-м в рейхстаг флаг втыкал. В 45-м. Мой в 47-м, попроще было, на поезде приехал. Так, всё. Давайте, чешите отсюда. А ты, Штирлиц, останься. Да не бойся. Это, Санёк, слушай, у меня проблемы небольшие. Мне уехать надо, можешь подменить меня в команде? Не-не, Дима, кто ты, кто я? Саш, ну серьёзно. У меня эта шиномонтажка за лето еле в ноль вышла. Понимаешь, в Тюмени фуру задержали, йогурты прокисли. Ну что я тебе сейчас посвящать буду? Во всё этом, просто очень надо. Не-не-не-не. Саш, ну, ради общего дела, подмени, пожалуйста. Ну, хорошо, если надо, для общих дел, то я согласен. Всё, подсидеть меня хочешь? Идите все сюда. Ну и, собственно, подытожим. Как вы успели заметить, красной нитью через всё наше выступление проходил юбилей Москвы. Вот, я хочу сказать, это вы молодцы. Хорошо, правильно, что вы помните вот это, собираетесь. В этом, в этот раз очень красиво всё получилось, правда. Вот, понимаете, вам сравнить-то не с чем. А я на 50-летии Стерли Тамака был. Определиться с местом отдыха в наше время дело непростое. Но вот команда из Красноярска уже давно облюбовала себе территорию, на которой чувствует себя вполне комфортно. Территория игры Красноярск. Прямо сейчас, на этой сцене, наша команда увидится впервые за целое лето. Привет, девчонки! Это вам! Так с какой стати? Мы всё лето работали, а вы отдыхали. Ну, рассказывайте, рассказывайте, как отдохнули? И вот тут сразу, так вот, Сочи, лето, жара, песок, цемент, замешиваем. Бабули, бабули на кормули, поехали! И сразу картина, которую мы увидели в московском парке. Ой, господи! Это кто у нас тут такой маленький? Такой хорошенький, такой красивенький, такой серенький, такой здоровенький! Такой здоровенький! Я хочу тебе такую же! И я себе такую же хочу! Случаи в банке! Всем стоять! Это ограбление! А-а-а! Милиция! Опять ты! Так, ну-ка пройдём в отделение. Ах ты нехорошка! На правосудие руку поднял! Так, ну-ка пройдём в отделение. Иди отсюда! Самый, где? Давай, давай, мне некогда, пройдём в отделение. Давай-давай, собираем, а нас пришли. Ну пройдём! Пройдём! Пройдём? Пожалеешь! Ну пройдём! Ну иди! Ну пройдём! Пройдём, пройдём! Давай, сходи, пройдём! Ага! Круг замкнулся! Иди сюда! Любой первоклашка ждёт первого сентября. А знали бы вы, как этого дня ждёт старшеклассник? Школьная пора мне дойти бы до дому. Возвращаюсь я в полседьмого утра через... Прикинь, прикинь. Давай, давай, давай. Тебе не стыдно? Я тебе сейчас устрою. Так, отец! Май, май! Мать! Ничего, что я так официально? Мать! Ты не комплексуешь? Чё сразу, отец-то? Я ж когда к тебе на разговор иду, пацанов же за собой не веду, верно? Так, сынок, сегодня убиралась у тебя в комнате. Ну? И сколько я тебе должен? И нашла там пачку сигарет? Скажи мне честно! Ты что, куришь? Не дай бог, мать, ты что? А за ушами у тебя что? А за ушами у меня, мать, 10 лет образования средней школы номер 17! Я говорю, вот это у тебя что? Это? О, сигарета. Чья? А не моя сигарета, Серёгина. Отличника? А кто знал, мать, кто знал? Как его судьба, судьбина? Её спать. Мамуль, а это кто? Сестра твоя младшая. Как быстро растут чужие дети, мать! Ну и в конце хотелось бы сказать. Вот стоим мы на этой сцене и не знаем. Пройдём мы финал. Не пройдём. Ну пройдём. Пройдём? Пройдём. Пройдём? Ну пройдём. Пройдём. Пожалеешь! Осень самая урожайная пора. Ну а за урожай в нашем клубе уже второй год подряд отвечает команда «Квенбак» «Станица Брюховецкая». Аплодисменты «Квенбак» 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 Ну что ж, и вот у нас вроде бы снова все хорошо. А нет, все дело в том, что против нас играют очень мощные коллективы. И главное, играют так, хорошо так, прям вот сыграно, все у них отрепетировано. Складывается такое впечатление, что они готовятся к игре заранее. Ну а где же присущая КВН-у импровизация? Ну почему? Боже мой. Ну почему? Ну почему вы такие уроды? Ну почему у нас здесь все как у людей? Ну где вот это вот все? Где все, что заводит зал? Вот это вот все. Вы что, с ума сошли? Вы что, на сцене не по фэн-шую встали? От вас уже народ шарахается, посмотрите, куда от вас Александр Васильевич отсел. Не надо смеяться, фэн-шуй это серьезно. Сегодня у тебя унитаз на запад повернут, а завтра ты родину продашь. Давайте встали по фэн-шую, как я вас учил. Давайте, давайте, давайте. О, вот это по фэн-шую. Никакого уважения к залу, зато по фэн-шую. Жгите! Уважаемое жюри. Леша, это не жюри. Я тебя умоляю. Кто все решает, тот и жюри. Ладно, пойдем. Продолжаем удивлять стандартным КВНом. Итак, представьте, случай в неблагополучном районе Ватикана. Атеист, стой, атеист. Агност, иди сюда. Слышишь, слышишь, Бог есть? Нет, нету. А если найду сейчас, а? Я желаю, товарищи призывники, стоять. Скрывайте от армии за стенами юмора. Армия сама к вам пришла. Может, подождете, пока КВН закончится? Вы что меня за дурака держите? Вы что, я не знаю, что КВН никогда не закончится. Здравия желаю, приятного вечера. Значит так, ты оружие в руках держал? Вы ничего не докажете. Молчать! Значит, мне надо, чтобы вы рассчитались на первый-второй. Первый говорит первый, второй говорит второй. Алгоритм понятен. Понятен. Начали. Первый, второй. Ты почему молчишь? Так я третий. Да не надо это. Надо было, чтобы было первый-второй, опять первый-второй, первый-второй, опять первый-второй, первый-второй. Понятно? Понятно. Начали. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Ты почему опять молчишь? Так я третий. Слышишь, ты третий. Ты тоже первый. Так я тоже первый. Ты третий, тоже первый. Ты четвертый, второй. Ты пятый, первый. Ты шестой, второй. Так я шестой или второй? Да что тут непонятного? Ты шестой, третий, второй. Это как? Да вот так. Ты первый, первый, первый. Ты второй, первый, второй. Ты третий, второй, первый. Ты четвертый, второй, второй. Ты пятый, третий, первый. Ты шестой, третий, второй. Ну а закончить наше приветствие хотелось бы словами великого Фридриха Ницше, с которых, собственно, оно и началось. Четыре команды по итогам двух полуфиналов пробьются в главную игру сезона. Двое финалистов уже известны. Это команда Квен Байкал и команда Квен Гу. Еще две вакансии будут разыграны в этой игре. Один из претендентов команда Квен Федор Двинятин. Москва Ступина. А для того, чтобы победить в полуфинале, наша команда решила выстроиться свиньей. Вот и прозвучали позывные. Начало фестиваля творчества среди замкнутой молодежи. Студенческая весна 2003. Весна красна, как у макаки Десна. Вот такой смелый эпиграф. Таким и будет сегодняшнее действие. Открывать наш шокирующий фестиваль было доверено мне. Студенту Института Оленеводства имени Бэмби. Я покажу вам человека, постепенно превращающегося в англичанина. Мы с тобой вдвоем летим плывем. Южная тишина и морская волна. Ай, волнахилдарон, ай, волнахилдарон, ай! Восстанин, ай, волнахилдарон, ай! Больше гламура и макияжа. Ну что ж, начало более чем интригующее. Дальше хуже. На сцену рвется лидер движения «Смех сквозь латекс». Наташа покажет будни работников мобильной связи. Смотрим! Наташа, давно хотел... Отдай! 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 Ты не видел мои таблетки? Видел? Видел? Ты их съел? Кстати, знакомьтесь, это темная кобыла нашего фестиваля. Женя. Женя работает по принципу минимум, Женя максимум движений. И уже готов показать сценку «Змей-искуситель». Смотрим! Намочи манту! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, намочи манту! Не буду! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тогда растеши манту! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что тебе стоит? АПЛОДИСМЕНТЫ Не буду! Змей-искуситель! Змей-искуситель! Да, прошу любить и жаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы поняли, ничто человеческое нам не нужно! АПЛОДИСМЕНТЫ К тому же наш фестиваль подошёл к концу Что? Почему так мало? Хорошую помаленьку. Не реви. Утрите лёзы. Соберись, не будь тряпкой. Ведь перед расставанием всегда есть встреча. И сегодня для вас работали Евгений, Наталья, солист группы «Ронда», ваш покорный слуга кремляка Шурка, и отдельная благодарность главе Ступинского муниципального округа Куткова Наталье Владимировне. Ну что ж, полуфинальная «Хованщина». Какая «Хованщина»? Неважно. А это КВН. И это КВН. А что за КВН? А что за КВН? Премьер, премьер. Камон, камон. И все вместе. И all together. Ох, КВН, Метедуха, дорогая. Встаем, встаем. Давайте, пошли. О, день мы домой. Сегодня не ждать. Давай. Прямо. Сегодня наш день. Ура. Ура. Приветствую, сыгранной. И теперь нам предстоит убедиться, что жизнь отдыхающих это не только фейерверк событий, но и определенное количество баллов, которые команды положат в копилку своей победы. Мы ждем вас, друзья. Итак, друзья, максимум за первый конкурс, максимум за первый конкурс 5 баллов открывали нашу игру КВНщики с Дальнего Востока. Хабаровск, Ботанический сад. Пять, четыре, четыре, пять, четыре. Четыре целых четыре десятых. Сок Самара. Пять, 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 пять. Все судьи пятерки. Территория игры Красноярск. Пять, 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 четыре, четыре. Четыре целых шесть десятых. Бак Станица Брюховецкая. Пять, 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 четыре, пять. Четыре целых восемь десятых. И Федор Двинятин, сборная городов Москвы и Ступина. Пять, пять, четыре, пять, пять. Четыре целых восемь десятых. Ну что, следует заметить, что приговор в целом получился не строгим, но если он кому-то пришелся не по духу, то можно обжаловать его в следующем конкурсе. Разминка. Итак, разминка. Время импровизации. Дело это серьезное, особенно когда речь идет о том, чтобы на вопрос придумать всего лишь за 30 секунд смешной ответ. Особенно когда вопрос тут задает жюри. Итак, прошу, Кирилл Папакуль первым отважится потревожить покой команд. Сам я из Беларуси, но как-то вот подвис в Москве и стал, знаете, вопрос, квартирный вопрос. Сегодня уже звучало такое слово «ипотека». Не могли бы вы мне рассказать вот поподробнее, как принцип ее работы, в общем-то? Принцип работы ипотеки. Расскажите, пожалуйста, поподробнее принцип работы ипотеки. Денег дай, скажу. Понятно, в чем принцип. Расскажите, пожалуйста, подробнее принцип работы ипотеки. Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Как бы вам это объяснить? Ведь ипотека — это как секс с начальницей. Не хочется, а надо. Надо, надо. Расскажите, пожалуйста, поподробнее принцип работы ипотеки. Вот представьте, что вы пёсик. Подождите, сейчас представил, так. Вот вы вырыли ямку, себе норку. Подождите, так, представил, да. А потом у вас лапки после этого еще 20 лет болят. Дмитрий Шпиньков. Вопрос вот в чем. Как попасть к вам на банкет после игры? Итак, Самара. Скажите, пожалуйста, как к вам на банкет после игры попасть? Ну, как бы, хорошо, что с подковырочкой вопрос такой. Я люблю просто такие вопросы. Вам очень просто. Вам надо спуститься по социальной лестнице и направо. Вот мы там. Как попасть к вам на банкет? Нам на банкете обычные люди не нужны. Как попасть к вам на банкет? Желательно через дверь, а не через форточку, как в прошлый раз. Спасибо. Это что ж за форточка-то была? Ну что ж, динамично проходит у нас разминочка и придаст еще динамики Сангаджи Тарваев. Вот вы сейчас играете в премьер-лиге, у вас все впереди. Скажите, а что вы будете делать, когда закончите играть в КВН? Посоветуйте человеку, что делать. Сангаджи. Дэмис, вот ты сейчас играешь в премьер-лиге, у тебя все впереди. А что ты будешь делать, когда закончишь играть в КВН? А я с КВН не уйду. Я буду на балкон попкорн и кока-колу носить. Вот вы сейчас играете в премьер-лиге, у вас все впереди. А что вы будете делать, когда закончите играть в КВН? Ну, во-первых, я считаю, что это пока лучший вопрос, который был задан. Я считаю, что как раз у меня проблем не будет. У меня мнение такое простое. Вот вы сейчас играете в премьер-лиге, у вас все впереди. А что вы будете делать, когда закончите играть в КВН? Ну, я планирую вести, если все получится. Не получится. Спасибо. Денис Привалов. Сколько раз я был на КВН, команды всегда недовольны работой жюри. Некоторые особенно. Вот. Скажите, кого вы хотели бы видеть в жюри на финале премьер-лиги? Итак, скажите, кого бы вы хотели бы видеть в жюри на финале премьер-лиги? А можно всех посмотреть? И весело так. Последний вопрос задает Семен Слепаков. Здравствуйте. Вот хочется узнать ответ на совершенно конкретный вопрос. Вижу тут много разумных таких ребят, толковых. И они могут вот совершенно на актуальную проблему мне дать ответ. Вот я сегодня сюда на игру добирался целый час на автомобиле. Вот нормально это вообще? Я сегодня на игру добирался целый час. Но это нормально вообще? Спасибо, что именно вы задаете этот вопрос. Это нормально, Семен, что у вас есть автомобиль, я считаю? Я на автомобиле добирался на игру сегодня целый час. Вы считаете это нормально? Конечно нормально. И с Пятигорска до Москвы за один час? Ну что ж, спасибо за разминку. Для команд она закончена. А мы обращаем все свое внимание на наших студий. Итак, друзья, максимум за разминку 6 баллов. Ботанический сад Хабаровск. Вау. Три, четыре, четыре, три, пять. Три целых восемь десяток. Сок Самара. Пять, 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 шесть, шесть. Пять целых четыре десяток. Федор Двинятин, Москва, Ступина. Пять, 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 шесть, шесть. Пять целых четыре десяток. Территория игры Красноярск. Четыре, пять, пять, четыре, пять. Четыре целых шесть десяток. И Бак Брюховецкая. Четыре, пять, четыре, шесть, шесть. Пять баллов ровно. Итак, друзья, мастер по сложению двух чисел. Кирилл Папакуль, поприветствуйте его. Сумма за два конкурса. Хабаровск, восемь целых две десятых. Красноярск, девять целых две десятых. Брюховецкая, девять целых восемь десятых. Москва, Ступина, десять целых две десятых. Самара, десять целых четыре десятых. Итак, два конкурса сыграны. И если командам не удалось угадать с желанием в предыдущих двух конкурсах, то у них есть третья попытка. Музыкальное. Завершающий конкурс, конкурс, который расставит все по своим местам. Значение его настолько велико, что его без сомнения можно признать моментом истины. Итак, первыми в завершающем конкурсе выходит команда КВН «БАК». Станица Брюховецкая. Брюховецкая школа номер 906. 31 августа, кабинет директора. Значит так, до 1 сентября осталось совсем немного, а у нас еще ничего не готово. Физрук! Я здесь! Виктор Петрович, почему у вас в спортзале половины досок на полу нет? Пессимист вы, Алексей Алексеевич, а я вот так считаю, что половина досок в спортзале есть! Дети хотели прийти в школу, заниматься в новом спортзале. Подумаешь, дети, у меня, может быть, тоже мечта есть. Письма, письма лично я в Челси пишу, В Порту, в Барселоне играть я хочу. Также мне по нраву матрицкий реал, Байер, Рома и Арсенал. Где же играть буду, где же я, где? В Волоке, где, 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 Волоке, где? В красных полосатых трусах С вами все понятно. Значит, второе. Было бы очень неплохо, если бы после праздничной линейки первоклашки кружились бы на каруселях. Где наш учитель труда? Я здесь! Что у нас с каруселью? Поломались карусели, ведь они не навсегда. На лошадок дети сели, разлетелись кто куда. Так, стоп! Стоп! Мне все понятно. Значит так, кровь из носу, но дети должны кружиться. Только не наоборот, как в прошлый раз. Дальше. Значит, мне очень интересно, кто у нас выступит на открытом тематическом уроке. Мы уже здесь! Кто это мы? Таможенники! Мы расскажем детям о нашей нелегкой работе. Прошу. Коробки с карандашами. Заяц бежит в припрыжку. Он догоняет Мишку с плюшевыми ушами. Коробки с карандашами. Недавно нашли дождик. Но, к сожалению, дождик заметили на таможне. Люди, послушайте наши рекомендации лучше. Не прячьте и не возите в коробке с карандашами. Разрежьте кусочек мыла, спрячьте и снова склейте. Запах душистого мыла сбивается следа собачек. Но все наши советы пройдут, конечно, впустую. Ведь вся таможня России смотрит эфир Премьер Лиги. Смотрит эфир Премьер Лиги и очень сильно смеются. А рядом с ними пустая коробка с карандашами. Оба, ждать! Так, достаточно. Что за радость, что украли. Спасибо, до свидания. Ну и, наконец, последнее. Кто будет закрывать праздничную линейку? Мы пригласили звезду. Певицу Максим. Ммм, хорошая певица. Ну-ка, ведите ее сюда. Что вы мне голову морочите? Где Максим? Максим рожает. Хорошо, вы кто? Я брат Анжела. Ничего не понимаю. Ну ладно, пойте. Я так привык все время имя женское носить. Ну а сестру мужским назвали именем Максим. И вот теперь вместо того, чтоб с куклами дружить, веду себя я как мужик. Вместо того, чтоб вдоль ночных дорог ходить босиком, не жалея ног, я наплевал. На женского сердца стук. На женского сердца стук, уголь гружу, не жалея рук. Будьте, веду себя словно так, как Максим есть у меня. Минус, увы, один каждую ночь. Не жалея слез, я дома смотрю. Не жалея мозг. Не надо свысока относиться к провинциальным школам. Их надо ценить и уважать. Потому что именно из таких вот школ потом и выходят замечательные, прекрасные и светлые помещения под офис. Продолжает наше музыкальное домашнее задание команда КВН Федор Двинятин. Сборная городов Москвы и Ступина. Эпиграф. На рубеже веков в начале лета у Пушкиных в семье Маман взяла и родила поэта. Господа, у меня Пушкин родился. Ха-ха! И тысячи нянек в дом сбежались, чтобы вскормить для нас поэта. Кого еще там нелегкая? А вот и первая няня с испытания вернулась. Я тут, понимаете ли, сижу в колодце, ребенка кормлю. А они мне тут устро... Устроили непонятно чего. А-а-а! Голубушка, вы же нам приготовили колыбельную. Вы же спойте. А я ни одному не подхожу. Ни вдоль не подхожу, ни поперек. Я просто так по городу хожу. И ждет меня не пенсия, а срок. Но петь-то вы совсем не умеете. Может быть, готовить? А готовить не умею я! Помилуйте, а что это у вас так паленой кониной пахнет? А это у нас кухарка на кухне ошпарилась. Как я не понимаю, я тоже не умею готовить, а еще я не умею петь. Как-то у бабуси гуси съели суси, подавились гуси-суси, господи и суси. Мочи, черта! Вот, подлец-негодяй! Дуэль завтра в девять! Вы представляете, чтобы меня, Дантесов, академически по-пенсионному не пустили? Веришь, нет? Не веришь? Дуэль завтра в десять! Завтра в одиннадцать! Тупо взгляд не понравился. Это кто это у нас тут такой? Пью-пью-пью! Что такое? Дуэль завтра в одиннадцать! Ой, смотрите, Дантеш, нас ему с Сашеньки перчатку подари! Сергей Ганнибалыч, а пойдемте-ка мы лучше... Пойдемте-ка мы с вами на сеновал, и там долго и с криками будем обсуждать деятельность спиранского. Татьяна Владимировна, ну как же так? Эта же нянька к вашему мужу пристает. Ну как же так, Ольга Борисовна? Ну как же так? Ты помилуй, что же у меня все разные именами-то называете! Я вас умоляю! Как будто вот здесь кто-то знает, как маму Пушкина звали. Черт, она еще и начитанная! Ага! Трижды три! Девять! Черт, она еще и насчитанная! Жиши-пиши через И! Черт, она еще и насчитанная! Ага! Ага! Дуэль завтра в двенадцать! Не рискует тот, кто не пьет просроченное шампанское! Ух, отдам тест, вы ранены! Сам ты ранен! Дуэль в четырнадцать, в пятнадцать, в шестнадцать, в семнадцать! В семнадцать я не могу! АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда ты в семнадцать! Я согласна! Давай устроим пожар! Пусть кто-то скажет о чём! О, пожар! Что вылупился, падших нянь не видел! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да пойдём мы свои основалы или нет? С днём рождения! Иди что, ребёнок спит! Вы что, на семнадцать нулёд навекаете? Да ладно, вам не надо, ну для ляда! Всё время, всё ше to outreach! Дорыша! Да, порыша! А-а-а! Слышали? Где-то ну погоди закончилось! дорогие друзья вы конечно понимаете что александр сергеевич пушкин не мог жить такой семье это все фарс но показывать ерунду это тоже искусство видите как у нас у ладненько получилось и мы вас обманули и вы нам поверили по губам я прочитаю все что ты сказать за дело мне и нам осталось вспоминать о том что там Италька тан-дарам-тан, идалька тун-туром-тун. Италька тан-дарам-тан, идалька тун-туром-tун. Вперед! Продолжает наше музыкальное домашнее задание с темой «Момент истины» команда Квен «Территория игры». Дорогие друзья, я вас поздравляю! Нам выпала великая честь! В нашем городе состоится празднование дня рождения Коврян! Ура! Есть гимн? Гимн, пожалуйста! Красным, белым и синим, это ясно всем, в самом центре России будет праздновать. Коврян! Отлично! Команды приехали и даже ведущий бой здесь знает любовь! Умнички! Василич, которого мы наслужили вместе с тобой! Все вам хихоньки и хахоньки! Вы понимаете, что это президент? Хихоньки-хахоньки! Мой! Альберт, он меня обижает! Ай, Надя, что за подстава? Еще один вопрос. Где мы будем расселять наших гостей? Значит, предложение такое. Александра Александровича поселим в гостинице «Яблоко», а Александра Васильевича в гостинице «Яблоня». Почему? Потому что яблоко от яблони находится недалеко. Там через дорогу буквально. Более того, с балкона яблони прекрасно видно абсолютно все, что происходит в яблоке. Удобно! Отлично! Отлично! Нашим гостям нужно показать нашу прекрасную природу! О! Слышите? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Виды Красноярска сняли? Да. Звезду КВН сняли? Нет. Что значит нет? Из головы вылетело. Что значит вылетело? Я не знаю. Вы что теперь делать будем? Так без паники, я знаю, что можно сделать. Семен, снимитесь у нас в клипе, пожалуйста. У вас тем более есть опыт. Пренебрегаю, пренебрегаю я тобой, я это знаю. Пренебрегаю, пренебрегаю я тобой, пренебрегаю, пренебрегаю я тобой, я это просто. Я знаю, пренебрегаю я тобой, я это просто. Здесь мы монтируем надпись Красноярск. Потом делаем волну. КВН плывет в Красноярск. Понятно? Ну и что-нибудь от себя добавите. Ну там. Вот, отлично. Значит, я попрошу оператора занять свою позицию. Семен, вы готовы? Поехали. Пренебрегаю, пренебрегаю я тобой, я это знаю. Я это знаю, я тобой пренебрегаю. Стоп, Света! Аплодисменты Семену, спасибо вам. Можете проходить на свое место. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы встретились глазами на танцполе. Но на нее смотрел из клуб не только я. Ведь мы учились с ней когда-то вместе в школе. Теперь я рэпер, а она суперзвезда. Я подошел к ней и сказал, послушай, бэйби, ты можешь нет сказать, тебе решать. Клянусь, я сейчас совсем не думаю о сексе. Просто хочу с тобой потанцевать. Добро пожаловать! Продолжает наше музыкальное домашнее задание команда Квен «Ботанический сад». 40 лет он спасал мир от всевозможных злодеев. Юбилею Джеймса Бонда посвящается... Иди сюда! Вау! Вау! Москва! Секретная база Бонда! Бонда! Да, профессор? Тебе снова предстоит спасти мир. На этот раз в Москве. Именно там доктор зло творит зло. Для выполнения задания тебе понадобится вот этот шарф «Убийца». А как он работает? Удачи, Бонда! Спасибо, профессор! Бонда! Ты отправляешься на задание, будь осторожный. Да, Люси. Именно поэтому сегодня вечером я хочу пригласить тебя на романтическое свидание. И можно к нам присоединиться еще один мужчина? Да как ты смеешь? Это Москва. Я просто должен был спросить. Джеймс! Вот и попался ты, злодей! Нет, Джеймс, ведь у меня есть эликсир силы. Да! На! На! Когда я просто пристрелю тебя. Что, и все, что ли? Я хотел как-нибудь покреативнее, поразнообразнее там. Статистический отдел креативные варианты смерти. Значит, есть такие варианты, выбирайте. Можно в день города рядом с ОМОНом кастет выронить. Можно с доктором Курпатовым в лифте застрять. Можно свое 18-летие напротив военкомата отмечать. Можно в налоговую на Феррари приехать. Ну и, наконец, можно в стрингах по Махачкале пробежаться. Спасибо. А может быть, Бонд, мы забудем наше разногласие, поднимемся ко мне в номер, ты, я, шампанское. Так, если ведь... Это Москва, я должен был спросить. Ну все, злодей, пощады не будет. Нет, Джеймс, ведь меня защитят мои лазерные лучи. Только ты не будь, пока солнцем слышишь я. О, Боже, Джеймс, но как ты прошел? Получай, злодей. Ну вот и все. Я в очередной раз спас планету от зла. Прощайте. И помните, вам всегда поможет Бонд. Джеймс Бонд. Дамы и господа, встречайте королева Англии. Дамы и господа, встречайте. А сейчас о самом главном. А сейчас о самом главном. Уже в недалеком будущем вам предстоит сделать очень важный выбор. Это я не про 2008 год, это я про сегодняшнюю игру. И я уверен, что вы сделаете правильный выбор. Это я не про сегодняшнюю игру, это я про 2008 год. Друзья, друзья, а теперь давайте пошалим. Завершает конкурс команда КВНСОК «Самара». Команда КВНСОК представляет по мотивам произведения Агаты Кристи «Эркюль Куаро, нашедший убийцу». Кто? Убийца? Ну что ж, господа, раз вы так неожиданно быстро свернули наше домашнее задание. Я надеюсь, вы знаете, как заполнить оставшиеся пять минут. Не боись, заполним! Я решила, ты скакай, ты скакай. И Беор авторитет оказался просто тварь. Просто тварь. Это что? Это песня центровой красючки, инки, картинки, записанной со слов Тверской сводницы, кладки, помидорихи. Кто подбирал? Ну ладно, 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 ладно. Вы понимаете, что это серьёзный конкурс? Музыкальное домашнее задание. Нет, ну а что если мы не знаем, что такое музыкальное домашнее задание, а? Это понятно, что из трёх слов названия конкурса вам известно только одно слово – задание. Все прекрасно помнят, что бывает, когда вы не выполняете задание. Вы что, опять захотели снип, снапснуры, пуры, базилюры? Они понимают о чём. Так, всё, давайте танец. Какой танец? Весёлый, который в номере репетировали. Поехали. Так, стоп! Да, одетыми – это, конечно, не так смешно. Да, валится этот наш конкурс-то, да? Тогда надо делать первое, что приходит в голову. Самарская школа бесплатного стриптиза. Не-не-не, это нам не подходит. Это, чую, только разойдёмся, уже сворачиваться придётся. Так что, девчонки, давайте, дуйте сразу на банкет. Вот, потому что это мы здесь во времени ограничены. А там мы не будем ограничены ни во времени, ни в финансах, ни в количестве конкурсов. Они понимают, о чём я говорю. Ох, устал я с вами, а вот ничего вы без меня не можете. Вот сейчас лягу, минуту буду лежать, слова не скажу. А, ты-то не скажешь. Так, будильник мой сюда. Минута, время пошло. Команда КВН «Сок» представляет. Да ты чё у нас всего минута, Стэнка-богатырь. Ох, победил я чудище поганое. Гниль болотную. Жабу рыжую. О, так ты ещё живой. На, на. Василинушка, давай присядем. Нет, я не сяду на это гнилое и трухлявое бревно. Вдруг в нём змеи. Да нет там никаких змей. Смотри. А давай тогда... Давай тогда в честь нашей любви нацарапаем вот на этом вот бревне наши имена. Вася и Илья. Нет. Василина Сергеевна и Илья Вячеславович. Не будем сейчас тратить время на членовредительство. У нас для этого будет целая вечность. Буду продолжать спасать конкурс. Ну, собственно, берёг номер на финал. Берёг. Вот. Под сердцем носил. Но сейчас самое, видимо, время. Я пойду переодеваться. А вы представьте меня как-то по-человечески. Дамы и господа, команда КВСОК представляет Конопатый Апокалипсис Премьер Лиги. Так, стоп. Я готов. Дамы и господа. Ну, и... Ну, и, собственно, к чему был этот мощный костюмированный номер? Я в костюме Элвиса Пресли. И логично было бы закончить выступление фразой «Секс, наркотики, рок-н-ролл». «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Ну, я подхожу к вещам конкретно. Поэтому гримерка, душ и спать. «Секс, наркотики, рок-н-ролл» «Секс, наркотики, рок-н-ролл» «Секс, наркотики, рок-н-ролл» Итак, это все, что команда успели подготовить для вас. И теперь мы их ждем на сцене. Итак, момент истинный. Сейчас наступает для нашего уважаемого жюри максимум за музыкальное домашнее задание «Пять баллов». Первыми открывали завершающий конкурс команда «Квенбак» «Станица Брюховецкая». «Четыре, пять, 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 пять». «Четыре целых восемь десяток». «Федор Двинятин», «Москва-Ступино». «Четыре, пять, 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 пять». «Четыре целых восемь десяток». «Территория игры Красноярск». «Четыре, пять, 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 пять». «Четыре целых восемь десяток». «Хабаровск». «Четыре, пять, 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 пять». «Четыре целых восемь десяток». «И завершали нашу игру квенщики из города Самара». «Все судьи пятерки. Пять баллов ровно». «Семен Слепаков». «Семен Слепаков». «Итоги игры, прошу вас». «Кто же проходит дальше?» «Хабаровск». «Тринадцать целых». «Красноярск». «Четырнадцать ровно». «Брюховецкая», «Четырнадцать и шесть». «Федор Двинятин», «Пятнадцать баллов ровно». «Самара», «Пятнадцать и четыре». «Итак, друзья, у нас появилось еще два финалиста. Это команда «Клен Федор Двинятин», которая, между прочим, в полуфинал попала благодаря решению жюри как дополнительная команда и победитель сегодняшней игры – команда «Клен Сок Самара». Увидимся с этими командами в финале на Первом канале. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова